Уникальные книги, которые хранятся в библиотеке исторического факультета МГУ, появятся в общем доступе. С помощью уникального сканера сотрудники переводят в цифровой формат, издание которой раньше можно было брать в руки осторожно только в перчатках. В дальнейшем этими уже электронными версиями книг смогут воспользоваться не только студенты университета, но и все желающие. С подробностями Анна Оберкова. Сергей Павлович, я так понимаю, что это не все богатство исторического факультета МГУ, правильно? Разумеется, это очень маленькая часть нашей общей библиотеки, потому что каждая кафедра, каждое подразделение имеет свой библиотечный фонд. Это очень важно, потому что для семинарских занятий, для текущих занятий со студентами все это необходимо. Но когда мы смотрим на этот фонд, мы должны понимать, что тот фонд цифровой, который у нас есть, многократно это превосходит. Чтобы оцифровать весь библиотечный фонд, на обычном сканере уйдут года. Для ускорения процессов факультет недавно приобрел сканер последнего поколения. Скорость этой машины 2000 страниц в час. При этом участие человека минимальное. При сканировании два листа подтягиваются с помощью вакуума. Давление четко регулируется, очень аккуратно поднимаются две страницы, они подходят по двум сканирующим линзам. А потом поток воздуха переворачивает два листа. Такое бережное сканирование, пожалуй, основная функция устройства. Даже малейшее замятие для некоторых книг непростительно. Слишком ценные экземпляры. А вот насколько процесс сканирования прост и понятен обыкновенному человеку, вроде меня, который, в принципе, видит этот аппарат в первый раз, сейчас проверим. Между прочим, у меня в руках книга 19 века. Очень ценный экземпляр, насколько я понимаю, да, Владимир, что это? Это псалтирь, духовная книга. В старину такие книги печатали больше всего. Поэтому они дошли на нас в сохранности больше, чем обычная литература. Но нам вот эту книгу нужно, я так понимаю, сохранить как можно лучше правильно при сканировании. Поэтому будем с ней как-то аккуратно обращаться. Очень надеемся, что не испортят. Что делать надо? Вы должны поставить книжку корешком на стол сканера. Значит, теперь-то нужно ее раскрыть. В любом месте? Да, в любом месте. Сначала в любом месте. Необходимо подвинуть книжку до упора. Сейчас, одну секунду. Это будет выглядеть примерно вот так. После этого мы должны прижать корешок, чтобы он... Да, магнитами. Это деревянные планки на магнитах, чтобы они не убегали никуда. Все, книга в данный момент готова к сканированию. Ну что, запускаем? Да, для этого нам необходимо выставить режим работы на бесконечность. И прошу вас, нажимайте. Ну все, поехали. Правильно. Но не во всем этот сканер безупречен. Даже несмотря на стоимость в 6 миллионов рублей. Например, вот с этой старой печатной Библией 17 века он не справится. Книга не может быть по корешку толще 15 сантиметров и длиннее 35. Но таких экземпляров в библиотечном фонде факультета немного. Анна Аберкова, Михаил Хрустов, Москва, 24. Продолжение следует.